Уважаемый Александр Григорьевич, друзья, дамы и господа, в первую очередь хотел бы поблагодарить президента Беларуси за приглашение, я уже об этом говорил, повторю ещё раз, посидите Минск и за традиционно тёплый приём. Как хорошо известно, эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента, после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придаётся братским связям с нашим ближайшим соседом, надёжным союзником и подлинно стратегическим партнёром. Согласен с Александром Григорьевичем, сегодняшние переговоры были очень продуктивными. С участием вице-премьеров и отраслевых министров рассмотрели практически все ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества. В экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. В нынешнем году предстоят сразу две важные даты. Это 3 июля. Совместно отметим 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Это наша общая победа. Мы помним, какой ценой она далась и дорожим памятью отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. А 8 декабря исполняется 25 лет союзного государства России и Беларуси. За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализовано 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательства во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики. В соответствии с решением Высшего госсовета союзного государства, принятым 29 января в Санкт-Петербурге, определены новые перспективные направления интеграции. На завершающей стадии находится согласование плана конкретных мероприятий по дальнейшему углублению экономического взаимодействия, по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций по технологическому развитию и импортозамещению. Отмечу, что из года в год устойчиво растёт встречная торговля. На Россию как основного экономического партнёра Беларуси приходится около 60% белорусского внешнеторгового баланса. По итогам прошлого года товарооборот прибавил более чем 5% и достиг рекордных 46,5 миллиарда долларов. Мы считаем это в долларах, а между тем свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. Россия вложила в белорусскую экономику свыше 5 миллиардов долларов. В республике работают 2,5 тысячи российских компаний. Реализуются совместные проекты в стратегически значимых отраслях, таких как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроения, микроэлектроника, гражданская авиация. Активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе России и Белоруссии гармонично дополняются друг другом те направления, которые являются для нас в этой сфере приоритетными, что надёжно и бесперебойно обеспечивает повольствием населения наших государств и направляет излишки на внешние рынки. Приоритетной отраслью двухстороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях. В ноябре 2023 года успешно завершён крупнейший совместный проект, Александр Григорьевич тоже упоминал об этом и в ходе переговоров неоднократно, это строительство Белорусской АЭС. Станция работает на полную мощность. На сегодняшний день два её блока выработали более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И мы, безусловно, настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах цифровизации, ядерной медицины, создания систем накопления энергии. Растут объёмы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн и в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры. Многоплановый характер носит российско-белорусское культурно-гуманитарное сотрудничество. Осуществляются научные и образовательные обмены, реализуются совместные программы патриотического воспитания молодёжи и сохранения общей исторической памяти. Многое делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом. В скором времени планируется отменить роуминг на территории союзного государства, то есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети. С учётом напряжённой обстановки на внешних границах союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопрос о формировании единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Всё это надёжно прикрывает западные рубежи наших стран и организации договора о коллективной безопасности. Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Беларуси учений по отработке навыков применения нестратического ядерного оружия, о которых информировали общественность 9 мая. Затрагивались сегодня и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Отмечу, что Россия и Беларусь выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимное товарищеское содействие на различных многосторонних площадках. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Президент только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены, и Беларусь станет десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества. Это, несомненно, будет укреплять авторитет самой организации, послужит упрощению безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. Также, пользуясь случаем, поделился с президентом Беларуси впечатлениями от только что завершившегося государственного визита в Китайскую Народную Республику. Мы, кстати говоря, в разговорах с председателем, нашим другом, председателем КНР, вспоминали и говорили о сотрудничестве с Беларусью. В заключение хотел бы ещё раз поблагодарить Александра Григорьевича за гостеприимство и за содержательные переговоры. Нынешний визит, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию российско-беларусских союзнических отношений во всех областях. Благодарю вас за внимание.